Как ни странно, мне задают вопросы по поводу книжного клуба, откуда он взялся. Ну, это все было очень просто, осень 2010 года, и у меня было желание с кем-то обсуждать книги, которые я читаю. Но это была одна часть. А вторая часть была в том, что мне хотелось, чтобы эти же люди рекомендовали мне новые книги. Потому что мы все в каком-то своем заповеднике чтения, литературы, музыки, кино, нам в этом заповеднике очень хорошо. Мы валяемся на травке, нам солнышко светит. А выходить куда-то дальше, в страшный лес или по-страшному море поплыть, вроде бы и хочется, но боязнь. А вдруг я просто время потеряю, мне будет скучно, я лучше любимую книжку любимого автора прочту. Но надо выходить, потому что, конечно, это открывает тебе новые горизонты. И если чего-то нет, оказалось, что в Ростове нет, потому что в отличие от сегодняшнего времени, то есть вот эти 10-15, даже скорее 15-20 лет назад, это был фронтир. И где-то там сияли библиотеки. Там свет библиотеки, здесь свет библиотеки, где можно было обогреться, встретиться с какими-то людьми. Но в библиотеках все хорошо, только они в основном работают, естественно, днем. Да, все их, как и сейчас, мероприятия проходят в то время, когда большинство людей на работе. Поэтому хотелось все-таки встречаться по вечерам и немного сделать более расслабленный формат, то есть вот не заточенный на такой а-ля библиотечный. Если что-то нет, сделай это сама. Потому что я поискала книжные клубы, я знаю, я встречалась в прошлом году с человеком, который вроде бы сейчас организатор легендарного в Ростове клуба «Притяжение», клуба «Любители фантастики», который существует или с 70-х, или с 80-х годов. Тогда я никого из них не нашла. Я просто ходила и всех знакомых спрашивала, кто-нибудь знает, эти люди существуют, этот клуб остался. Говорят, ну, когда-то слышали, что-то, что-то знаем. Я никого не нашла. Поэтому в одной из соцсетей бросила такой призыв, клич, о том, что давайте мы соберемся и попробуем организовать книжный клуб. На него изначально отозвалось прямо очень много людей. Пришло в два раза меньше, как это обычно бывает, но уже этого костяка хватило для того, чтобы мы начали организовать книжный клуб. Собственно, это и было причиной. Тогда напрашивается вопрос, как за 13 лет менялся формат? Почему пришли сейчас? Я скажу так, я, кстати, вот думала над этим вопросом, сильно не поменялся. И это, наверное, очень круто, потому что с самого начала была придумана та система, которая, как оказалось, хорошо работает, ее не нужно менять. А то, что она хорошо работает, подтверждает, что у нашего клуба уже есть люди, ну, я смеюсь, говорю, когда я уже получу деньги за франшизу, потому что у нас есть книжный клуб, который я называю сыны нашего книжного клуба, есть внуки, и оказалось, и за границей тоже есть один книжный клуб, который, как девочка мне сказала, я прочла ваше интервью и сделала все, как вы там рассказали. Говорю, работает, работает. Они в Варшаве находятся, да, сейчас. И ребята из Шанхая мне недавно писали, провели встречу, как вы сказали, провести по малой просе. Я говорю, работает, работает, ну, то есть все хорошо. Да, нам тоже нужна инструкция для наших человек. А инструкция есть, да, у нас есть она. Я когда-то лет пять назад написала такой большой мануал, нашла просто в интернете тоже какое-то чье-то интервью, ноу-нейм, о том, как делать книжные клубы, но я так поняла, что это на базе, вот, делайте книжный клуб дома, знаешь, как мы в кино это видим, они там в кино встречаются, все пьют вино, красиво подружки сидят, и вот такого плана книжный клуб. Я, конечно, это чуть-чуть адаптировала к нашей форме. Что мы придумали с самого начала? Что мы будем встречаться, и первая наша встреча так оброшла в пятницу, что мы будем встречаться по вечерам, у нас, по-моему, даже время не изменилось за эти годы, 18.30, ну, чтобы там стандартно до шести условно работают, да, полчаса доехать до центра, где мы обычно встречаемся. И встречаемся мы дважды в месяц, первую-третью пятницу, и читаем две книги в месяц, получается. То есть у нас, несмотря на все препоны, погоду, коронавирус, ритм наш остаётся, и для меня, как организатора, это очень важно. То есть я поняла, что за это время я поняла, что самое главное именно этот ритм. То есть если вы сбиваетесь, например, «Ну, сейчас лето, никто не придёт, зачем мы будем? Мы поедем, отдохнём». Это будущая смерть клуба и вообще любой организации, потому что потом заново собраться очень трудно, то есть проще не сбиваться. Это нам, наверное, помогает вот 14-й год клубу, и мы вот в следующую пятницу обсуждаем, по-моему, 312-й в наших книгах. Ты сказала про коронавирус, и я вспомнила, были онлайн-встречи? Были, да. Расскажи, как ты их оцениваешь, почему они не вошли как-то на постоянной основе? Потому что мы всё-таки живём все в одном городе, и для нас важны эти оффлайн-встречи. Я хотела как-то немножко попозже про это сказать, но за это время я поняла, что для меня важно не то, сколько мы книг прочли и сколько мы встреч провели, а мы провели больше этих 312 встреч, потому что мы, ну, как у нас там есть книга года когда-то была, да, а сейчас мы, например, 24-я встреча, это день рождения клуба, мы делаем закрытую встречу, где мы ничего не обсуждаем, мы просто пьём, танцуем и вспоминаем, какие мы молодцы были за этот год, тем более это в декабре как раз происходит, итоги можно подвести. И здесь для меня, как для организатора клуба и для человека, это цена то, что клуб познакомил очень много людей и подружил очень много людей, и продолжает выполнять такую функцию, на которую я вообще не рассчитывала и о которой не думала, то есть, ну, потому что я не рассчитывала на такую большую продолжительность времени, что это будет такой вот марафон для меня. Да, люди познакомились, им нравится общаться, то есть им нравится встречаться, приносить что-то друг другу, книжки какие-то приносить, что-то дарить друг другу, тем более у нас появились около трёх лет назад активности в клубе, то есть какие-то подарки, призы в клубе, это онлайн не очень удобно вручать, так что мы с удовольствием и с облегчением, как только появилась у нас возможность встречаться на летках, тогда начали встречаться на летних площадках и отошли от онлайн-формата. Но у меня сейчас развивается отдельно онлайн-формат, то есть именно с прошлого, получается, года, да, в прошлом году я сама прошла курс модераторов книжных клубов, но он излился полгода, да, много там нового узнала, хотя много было и как в той серии Симпсонов, и нет, Гриффинов, когда они говорили о том, что это уже всё было в Симпсонах, это невозможно придумать, потому что он говорит, а сейчас мы обсуждаем пьесы, кто-нибудь обсуждал в клубах пьесы? А сейчас мы обсуждаем стихи. Кто-нибудь обсуждал? То есть у меня было вот это поднятие руки на всё, потому что просто за этот период мы многое действительно сделали, уже многое попробовали. Но кое-чему я новому научилась, и это был очень интересный опыт, а в этом году я уже сама была таким спикером именно для модераторов книжных клубов. У меня на встрече было больше 50 человек со всего мира именно модераторов. И потом я для них провела несколько закрытых именно онлайн-встреч, поняла, какой удобный это формат онлайн, и продолжила с некоторыми ребятами из нашего клуба. Мы с ними уже, вот сейчас июль наступит, пятый месяц, как читаем у Мастера Маргариту медленно. Да, то есть это формат медленного чтения. Это когда, да, ну расскажу немножко о медленном чтении, кто не знает, какой это метод, это когда вы читаете большую прозу, малую прозу медленно, в случае с мастером Маргариты, то есть мы читаем и обсуждаем одну-две главы в неделю. И поэтому это вот такое вот. Это все происходит у меня онлайн, то есть какие-то встречи происходят оффлайн, что-то можно проводить онлайн, это тоже вообще работающий инструмент. А сколько человек участвует? У меня стабильная группа, то есть у меня сейчас группа, их шесть, ну одна девочка присоединяется, семь человек, потому что это долго, и там не имеет смысла где-то с середины, например, начать к нему подключаться, даже когда это уже знаешь текст, потому что Мастера Маргариты там открывается, ну это было предсказуемо, но насколько удивительно открывается, насколько там у Благакова все оказалось приплетено, связано и отсылки к самому себе, это поразительный текст, и врываться в него внезапно, наверное, было сложно, поэтому у нас сразу была такая стабильная группа, мы от начала до конца. Как тебе новая экранизация? Ну, слушай, новая экранизация хорошо, естественно, хорошо, потому что она побудила очень многих людей прочесть роман. Я хотя бы всегда радую за это. Мне так сказал один мой товарищ, что люди не читают книги, посмотрев какую-то выдающуюся экранизацию. Я с ним поспорила, сказала, что повышаются тиражи, начинают переиздавать книги. Абсолютно точно. И заметь, насколько у нас с мастером Абагаритой… Никто не станет читать книгу, что же станут. Конечно, станут. Конечно, станут. Когда вышла «Дюна», мы до этого обсуждали в клубе, и после этого многие спрашивали, слушайте, а мы уже обсуждали? Мы говорим, ну да, несколько лет назад. Да, но мы как раз в тот момент еще не придумали не обсуждать начало больших циклов. Мы это придумали позже, когда обсудили 1984, по-моему, эта книга называется «Умураками», и поняли, что, прочтя первую книгу, не все собираются читать вторую и третью, и это немножечко странно. Хорошо. И, конечно же, мне все равно, почему это произошло, потому что там настолько хорош оказался Август Дель в роли Воланда, который просто похож физически на Воланда, как его описывает Булгаков. Оказалось, не так-то трудно найти актера на эту роль, надо просто посмотреть, как автор про него пишет. Такой лайфхак. Единственное, что, конечно, у нас у всех в голове своя экранизация, и вот сейчас, особенно когда я медленно читаю роман, моя личная такая боль, то, что ни в одной экранизации нет этого саундтрека, который постоянно прописывает Булгаков. То есть он же создал вообще саундтрек всей «Мастера Маргариты». То есть у него постоянно то «Опера Онегин» звучит, то тот же «Фауст», то «Полёт Валькирии», то ещё что-то такое у него, то «Шопен» начинает звучать. И никто этим не пользуется. Это очень странно, потому что всё это доступно, там даже за авторские права не надо платить. Почему Шопена вдруг не может включить свой фильм, а нужно писать к нему именно такую демоническую музыку, как у нас в сериале? Не знаю. Скажи, было ли такое на встречах, что какие-то совершенно посторонние люди хотели к вам присоединиться, вступали в дискуссию, высказывали своё мнение? Нет, подобного не было. Мне девочка, одна из участниц книжного клуба, пару лет назад сказала про молодого человека, который пришёл. Он говорит, «А, я его знаю, я поняла, кто это. Вот помнишь, была эта наша встреча, там, с месяца назад, он сидел со соседним столиком». «Нет, не помню». И он ничего про это не сказал, и больше к нам на встречу не приходил. Видимо, его поразили в тот момент, но как раз он попал на обсуждение другой книги, может, она его не настолько заинтересовала. Мы просто стараемся же встречаться там, где нам будет тихо достаточно, и если у нас есть возможность сесть в отдельный зал, мы вообще сядем в отдельный зал. Если какая-то отдельная площадка, там, как в некоторых заведениях, мы вас отделим чуть-чуть от основной, то ещё лучше. Потому что даже тихо играющая фоновая музыка и гул голосов, когда у нас встречи на 15-20 человек, ну, сильно, сильно, конечно, спевают вообще это. Ты слышишь, слышишь этих людей, которые сидят вот здесь вот у тебя за столиком, но не слышишь ребят, которые сидят на том краю стола. Поэтому мы стараемся никого не вовлекать, всё-таки наши активные дискуссии, и к нам ворваться можно, но сложно достаточно, поэтому это не сложно. Так, ну, раз мы заговорили о том, как ты читаешь, что ты читаешь, поделись, аудиоформаты, электронные книги, бумажные, библиотеки. Расскажи свой путь, свой выбор. Мой путь, я довольно долго была лудитом. Книжный формат у меня сводился только к бумаге, собственно, да, потому что, ну, вот она бумага, ну, она и пахнет, я нюхаю книги, и вот всё это, и подержать. Потом мне подарили электронную книгу. Это уже когда был книжный клуб. Да, когда был уже книжный клуб. Хотя эта книга была со мной недолго, как-то там через три года её внутренний ресурс почему-то закончился, но к тому времени я уже привыкла, и сейчас я читаю просто со смартфонов. Плюс, я скажу так, очень сильно за это время, к счастью, промышленность, ну, я не знаю, как это назвать, индустрия вот этих вот как раз электронных книг и официальных электронных книг, она очень сильно развелась. То есть, когда мы начинали читать, это была одна история, а сейчас там у нас есть условно букмейт, строки, да, электресс прекрасный и так далее. То есть, у тебя больше вариантов просто скачать приложение и начать там читать. Плюс, я надеюсь... Интересности какие-то. Да, я надеюсь, это не будет восприниматься как реклама. То есть, тот проект, который Элитресс запустили несколько лет назад с библиотеками, вообще, конечно, великий проект. Если кто-то ещё не знает, то можно пойти в библиотеку, получить там доступ к Элитрессу, получив логин и пароль, с паспортом, по-моему, нужно приходить, и у вас доступ, ну, не ко всей библиотеке Элитресс, но к очень большому количеству книг. Как к электронным, так и аудиоформатам. Это существует, по-моему, уже лет 5 или даже 6. И вот появились аудиокниги. То есть, опять же, не было такого количества аудиокниг и хорошо начитанных аудиокниг. А сейчас, когда выходит какая-то новинка, она, как правило, выходит уже и в аудио. Плюс великолепная, чудесная функция. Это приключение между электронной книгой и аудиокнигой, когда ты... Да, ну, на том же букмете, например, она реализована. То есть, у тебя два формата этой книги. Ты сейчас едешь, слушаешь, а потом тебе интересно ее читать. И он сразу же находит именно это слово буквально, и ты с этого слова начинаешь читать. До чего техника дошла. Да, до чего техника дошла. А еще я открыла это, знаешь, в одной своей читалке, совершенно случайно, которая там просто... Я не знаю, как она называется, я ее скачала. И как-то, зайдя в нее, посмотрела и думаю, так, а что вот этот вот значок микрофон означает? Наверное, она будет со мной говорить. Как это сделать? Я просто пальчиком выделила текст, и мне... Я это все называю искусственным интеллектом. Пусть меня умные люди поправляют. Я говорю, искусственный интеллект не начал читать эту книгу на разные голоса, и оказалось, что там всегда была эта функция. У нас есть. Да, и даже то, что не начитано никем и никогда, просто теперь можно заставить их тебе читать эту книгу. Мы просто не нашли до этого тайного знания. Да. Потрясающее. Поэтому теперь все равно. Единственное, что я скажу, я не посещаю библиотеки. Но у нас... Какая-то была записана в публичку, но это еще во времена учебы. Например, я даже понятия не имею, где у меня в моем районе ближайшая библиотека. Честно скажу, я несколько раз смотрела и забывала это мгновенно, потому что это не в пешей доступности, там не 5-10 минут мне идти. Но у нас очень многие девочки из клуба, они ходят в библиотеки, и они на каждую встречу принесут нам библиотечные книжки своего района или там они в публичку едут. Ну это очень круто, потому что если у тебя еще публичка доступна, там действительно прекрасный этот абонемент. Я еще помню, когда я ходила, там я по абонементу много-много брала на первом этаже. Потом перестала ездить по учебе и как-то... Так, скажи, ты как-то анализировала, что читают ростовчане, ну на примере посетителей книжного клуба? Каких-то любимых авторов может постоянно предлагают обсудить какой-то топ, может быть, может вы не летели или нет? Или все-таки абсолютно разносторонние люди? Я поняла, я поняла. Ну, смотри, если мы говорим о группах литературы, то понятно, это просто там роман самый популярный, да, будет потом там, условно говоря, повесть, новелла и рассказ. Я не веду про стилистику. А если мы говорим про стилистику, да, виды литературы, как-то там исторические, приключенческие, фантастика, да, то я не верю в виду литературы вообще. Объясню сейчас, почему. Ну, например, самый популярный вид литературы это в мире, да, это slope fiction. Слоп от наклона, клон и... наклон, клон, да, смесь этого всего. Почему это самый популярный вид литературы? Потому что в каждой книге есть смешение жанров. Да, мы не можем взять ни одну книгу, чтобы она была чистой, приключенческой историей. То есть, если мы возьмем даже классику из классических книг того же Робинзона Круза, что это такое? Это приключенческие, безусловно. Это исторические, безусловно. Это сатира, конечно же. Это элементы фантастики, особенно в продолжении, да, и в первой части. И отчасти это автобиография, да, то есть, опять же, смешение жанров. Поэтому для меня абсолютно неудивительно, что тоже slope fiction, он самый популярный, хотя я его придумала буквально вчера, этот жанр. Да. Но он должен быть самым популярным. Я честно считаю, что это удобно только для продаж. Да, то есть, разделение литературы на виды литературы. Удобно, когда тебе нужно в большом современном книжном магазине сдавать планограмму, и чтобы было понятно, это куда ставить, это куда ставить, и для того, чтобы... И промоутировать. Конечно, конечно, промоутировать эту книгу. Как тебе про нее рассказывать? Есть же эта легендарная история про то, что мейнстрим, как жанр, был придуман специально под Пелевина. Ну, это тоже я не знала. Да, я не знаю. Мне это когда-то рассказали на конвенте фантастов, я не перепроверяла потом эту информацию о том, что не существовало вообще такого, что такое мейнстрим, и когда им нужно было продавать этого... Отечественное как будто... Да, да, когда нужно было продавать этого автора, вот появилась такая история о том, что это что, это фантастика? Нет, это не фантастика. Что это такое? Слушайте, вот такое слово мейнстрим. Прикольно. Да? Давайте продавать. А отечественное зарубежное, в принципе, тоже нельзя сказать, что это не фантастика? Нет, нет, я не могу сказать. Если посмотреть наш список из этих 312 книг, мне кажется, что там будет примерно равное все. Вот у нас сейчас, например, идет год нобелевских лауреатов, да, мы читаем, и у нас там большой разбег, естественно, от чилийских авторов, российских авторов, польских авторов и так далее, тому подобное, там французы. Поэтому нет, мы вообще стараемся не замыкаться в клубе на какой-то, опять же, вид литературы, тем более, что для меня, например, личное страшное вообще будет оскорбление, если кто-то скажет, фантастику давайте, не будем читать или будем читать. Мне несколько раз задавали этот вопрос именно про фантастику. А вы читаете фантастику? Ну, как все? Ну, вот что это такое? Тем более современная фантастика, вот она какая? Она чем отличается от современного романа? Ну, сложно, когда появятся такие жанры, как магический реализм, давайте сейчас вычленять, что здесь фантастика, что здесь не фантастика. Да, 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 слишком сложно, поэтому, если вам не нужно эту книжку продавать, мне кажется, и не надо себя, да, вешат на нее совершенно верно ярлыки и замыкаться искусственно вот в этой вот истории. Просто не несите эту книгу в мир, читайте, и там кто-то вообще, может быть, не заметит какого-то фантастического допущения в ней, или что это была детективная интрига, и оказывается, это был такой сложно сочиненный детектив, кто же знал. А в прошлом году мы, я давно ее хотела прочитать, и мы в прошлом году, это была просто мечта моя, как организатора клуба, «А, конечно, почему я не говорю, у нас есть прекрасная Лиза Лосева, это было открытие для меня прошлого года, и ее романы про Егора Лисицу, да, наши вот, как, я совершенно не согласна с этой формулировкой, «Ростовский писатель». Мне очень понравилось, как ее анонсировали, так написали, «Ростовский писатель». «Ростовский писатель» это как настоящий писатель, да, но только с привкусом чего-то. Нет, все писатели, они одинаковые писатели, и мне в прошлом году у нас была такая тема, года книги донских авторов, которую я заставила немножко клуб читать, я несколько лет ее рекламировала, рассказывала, как это нам будет интересно. А вот это интересно, смотри, там должно быть так, родился, вырос, ну, то есть вдохнул прямо, вот, да, желательно, да, донской водицы воздухом надышался, не так, чтобы прямо немножко пожил и сразу же уехал, там, в ладенческом возрасте. Можно, чтобы и приехал, да, и наоборот, много-много написал у нас здесь. И когда я этот год предлагала, мне, естественно, все сразу сказали, ну ладно, нет, ну можно, ну что это будет? Это будет 12 романов про казаков и 12 рассказов Чехова. Ну, Катя, это невозможно. Смысл какой в этом? Говорит, не будет, не будет, вы наоборот, мы поразимся, насколько у нас большой пласт авторов. Говорит, и еще роман «Цыганы». Говорит, во-первых, мы его уже обсуждали, поэтому мы не будем его обсуждать. Нет, оказался очень крутой год. И я, я давно-давно хотела почитать то же самое, Веру Панову, и наконец-таки я ее почитала, и, конечно же, это оказалось очень интересно. Именно «Ростов» в период 20-х годов, вот в ее автобиографии очень круто. А книги той же самой Лизы Лосевой хороши именно тем, что она пишет про Ростов тех же самых там 20-х годов, например, но она описывает те здания, до которых можно дойти и сейчас на них посмотреть. То есть по ее книгам можно физически пройти ногами. И это, конечно, совершенно другое восприятие литературы. Вообще, если в любой книге хорошо описана какая-то местность, и вы как-то оказались в этой местности с этой книгой в руках, или хорошо ее помните, или можете открыть, опять же, на любом девайсе, то пройти ногами, у меня есть такая маленькая мечта, это уже невозможно воплотить, но я помню, я прокладывала целый как раз маршрут по тому, как ребята плыли по темзе. Трое в лодке, и считают собаки. Да, я нашла современные карты, я посмотрела, что где-то она уже там... Собаки немножко меняются? Сильно-сильно там уже изменялась, и оказалось, у них не такой-то большой там маршрут, честно скажу, они очень минорные и медленно плыли, но было очень круто. То есть я посмотрела, думаю, ну хотя бы вдоль, вдоль можно пройти, наверное, то есть по берегу уже можно пройти, и еще, думаю, может как-нибудь свершится эта история. У нас, кстати, есть девиз, да, его, когда мы выбирали, у нас лет пять не было никакого названия клуба, наш клуб называется Ривербук. В честь Дона? Да, ну вот, да, читающая, вот эта вот река книг в честь Дона, да, ну и потому что это звучит, как, что-то из Толкина, условно говоря, да, вот это, и они приехали в Ривербук. Да, то есть все это. А одним из вариантов названия, которые предлагали, мы его не выбрали, но мы его ставили как раз такой слоган Read Discus, то есть там Read по-английски и Discus, получается вместе Read Discus, но при этом вот это читаешь и говоришь про это. Я могла бы, конечно, слукавить и сказать, что, ну, любая, любая встреча клуба в моем сердечке, нет, я же все равны для меня, все эти 300, я каждую помню. Нет, это не так, потому что, во-первых, у меня различаются роли, да, то есть с одной стороны я бессменный модератор этой встречи, с другой стороны я участник, и мне как модератор свои задачи, как участница могут быть свои задачи, и какая-то часть меня может скучать, какая-то часть может не скучать, да, но при этом я не могу выделить какую-то вот встречу, которая просто, опять же, там слишком различаются, я могу быть довольна как модератора, что она так прошла, да, но это вот именно технически скорее, то есть я успела задать все вопросы, а участники под влиянием этих вопросов задали свои вопросы, да, условно, из примеров, мы обсуждали, когда Агату Кристи, 10 негритят, да, то есть я уже не в первый раз читала этот роман в тот момент, но когда мы начали обсуждать, именно благодаря этой встрече я поняла и потом увидела этот прием, кстати, вот, например, у Булгакова тоже есть этот прием, как автор, видимо, из каких-то своих личных, личного мнения, я думаю, что в случае с Агатой Кристи скорее всего это так, распределяет степень наказания, да, то есть если посмотреть, что она делает, то есть у нее такая градация нравственности, она говорит, вот за это, вот так вот, вот за это, вот это будет, да, и мы в первый раз задумались о том, что то есть Агата Кристи считает, что если ты вот делаешь вот это, то это не так страшно, как ты делаешь вот это, а почему, а я вот считаю не так, и у нас была прямо активная дискуссия. Да, 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 почему она так распределяет, почему она именно за это наказывает таким способом, ну и мы все знаем, да, что у нее там возрастает вот эта вот степень мучения, когда они не знают, что с ними будут происходить, и не знают, какая смерть их постигнет, то есть она постепенно саспенс набирает у нас обороты, да, то есть тот, кто первый у них отвалился, был самый счастливый из них, естественно, да, потому что он не знал, что с ним произойдет, он вообще даже не знал, что произойдет, я не буду там спойлерить, да, сильно этот прекрасный роман открывали себе все новые читатели, это прям совершенно другое было взгляд на литературу, я очень люблю, конечно, встречи с писателями, у нас в прошлом году, как раз благодаря году танской литературы, к нам из Переделкина, это просто было one love, когда присоединяются авторы, в прошлом июне, Владислава Трошенко, мы читали его Гагалиану, и он пообщался с нами онлайн, и он говорит, да, но я просто сейчас сижу в Переделкино, я пишу новый роман, я думаю, боже, да, правда, для меня, вот для меня это было настоящий писатель, настоящий Переделкино, до сих пор сидят и пишут новые романы, потрясающе, и в этом году я специально, когда у меня появилась возможность предложить именно, ну, что я предложила книгу к прочтению, я предложила его книгу, и он вот снова на прошлой встрече к нам присоединился, и полтора часа рассказывал нам еще дополнение к роману, который мы обсуждали, это, конечно, всегда такие встречи, это очень круто, очень интересно. То есть он делает вводную часть, сначала он рассказывает, потом начинается обсуждение, или нет, или он как участник вставляет реплиции? Нет, мы Владислава Олеговича слушали, потому что он потрясающий спикер, и очень-очень интересный рассказчик, и на ютубе есть его лекции, которые культура, например, организовывала по литературе, он очень много знает о биографии Гоголя, Пушкина, а мы читали «Сухого Кобылина», драма «Снежные ночи», про драматурга, свадебу Кричинского, дело «Смерть и Тарелкина», и он просто дополнял то, что у него в книге не было, какие-то рассуждения, его мнения о том, что там произошло, с драмой «Снежные ночи», мы какие-то вопросы ему задавали по книге, и сидели с удовольствием полтора часа, слушали, потом он уже пошел дальше писать новый роман, видимо, а мы уже начали обсуждать. Это очень крутой формат, и могла ли ты подумать, когда все начиналось, что дойдет до встреч, хотя бы онлайн с писателями? Да не только онлайн. Да, конечно, и Лизу Лосеву мы приглашали, и Наталью Болдриевой приглашали, это наш писатель-фантаз, поэтому... Авторы охотно соглашаются? Да, да, авторы достаточно охотно соглашаются. Если у вас будет встреча снова с Поляриновым, в любом случае, я буду сестра. О, этой встрече, да, я скажу, мы гордимся. Мы, по-моему, один из немногих книжных клубов, кто получил. Кто заманил парень с Поляриновым? Да, да. Ну, мы про это сказали местечковость, он же тоже парень с Дона. Он был в формате обсуждения с других писателей, здорово, поэтому согласился, да? Там была очень смешная шутка. Мы приехали, у нас была очень-очень-очень-очень плохая погода, это была последняя встреча года, декабря, и вот, помнишь, когда в прошлом декабре сосульки падали, замерзали на ходу, а у нас была в этот день встреча, и мы все на эту встречу ехали, когда мы выходили из такси, нам такси сговорил, ну, быстро бегите, быстро, быстро, потому что они серьезно, там деревья, кажется, на тебя падают, и с них еще сосульки падают. Он говорит, ну, если что, заныривайте в машину, заныривайте, ничего, может, припаркуюсь куда-то, мы говорим, нет, мы сейчас быстро перебежим, но это ужас, конечно. И вот мы туда все перебежали, и он же из рассвета, да, и я сижу уже, когда встреча наша закончилась, и я слышу, что ребята как раз обсуждают за соседним столиком, они говорят, да, 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 ну, вот такая ужасная погода, да, слушай, ну, вот так, ха-ха-ха, так смешно, у нас получается, в Ростове нет воды, а в рассвете нет света, сейчас это, это литература врывается, в жизнь это уже, это было слишком. К слову, люди от случайных с соседним столиком. Так, ну и закончить, наверное, хотелось бы нашу беседу, как ты считаешь, глобально Ростов можно считать читающим городом, или нельзя? Безусловно, сейчас да, и не просто читающим городом, а городом, в котором все больше и больше появляется разных культурных инициатив, то есть как человек, который что-то организует, я же говорю, там с конца, у меня до книжного клуба там были определенные встречи, там середины нулевых, получается уже около 20 лет, это не сравнить, то есть насколько сейчас стало интересно, как много интересных проектов, можно открыть афишу и пойти на лекцию какую-то, на какой-то иммерсивный спектакль, опять же, книжных клубов стало больше, хотя я всегда за то, чтобы книжный клуб в идеале, я не знаю, был на каждой улице свой, вот это вообще было бы прекрасно, может быть, в каждом подъезде даже, потому что тоже большое количество людей живет, вы меня запрашивали там несколько раз, нет ли какой-то ревности, нет, потому что миллионный город, тут должно быть еще больше и больше, и, конечно, сейчас стало намного интереснее, мне кажется, этим нужно пользоваться, а особенно я так тихо завидую, что когда у меня племянники выйдут в этот возраст, особенно когда у человека есть пушкинская карта, это вообще великолепно, я считаю, что как раз почему-то, я не понимаю, почему у меня нет пушкинской карты, я бы тоже нашла бы ей применение, но хорошо, что она есть у них, и можно пойти посмотреть те же самые спектакли молодежного, потом там сходить и посмотреть на какую-нибудь выставку, а потом еще и пойти и обсудить это в книжном клубе, это все вот так вот замкнуться, или того же самого Трошенко, потому что вот у нас поставили свадьбу Кричинского, и очень хорошо в молодежном театре, у нас получилось буквально в четверг у них как раз свадьба Кричинского, а в пятницу мы обсуждаем. Да, да.